Добрый день, у меня зовут Орлова, я научно-обозреватель общественной телевидения России и у медиапортала научно-популярного Лаба Медиа. И сегодня у нас традиционные лектории не договорились. Не договорились — это научно-популярный лекторий, который посвящен тем проблемам передовой науки из разных областей, где ученые между собой не договорились, где идут споры. Сегодня у нас такой завершающий в этом году лекторий, и он необычный, потому что действительно до сих пор мы обсуждали с генетиками, с астрофизиками, с нейроинженерами о том, о чем они не договорились между собой. Но сегодня речь пойдет совсем о другом — о том, о чем ученые более-менее между собой договорились, есть определенный консенсус в научном сообществе. А вот общество с учеными по этому поводу не договорилось, и общество между собой не договорилось. Речь пойдет о том, можем ли мы все вместе с вами, с одной стороны, удовлетворить свои потребности, все возрастающие потребности в энергетике, и с другой стороны, при этом не погубить нашу планету. Речь пойдет о проблемах, связанных с климатом, и, как ни трудно догадаться, эта проблема не решается в рамках одной научной области. Нет такой науки, которая бы дала четкий ответ на этот вопрос. Поэтому сегодняшний наш гость, которого я вам представлю, — это человек, который работает на стыке сразу нескольких наук. И это смежные области и физики, и химии, и материаловедения, и энергетики. И Андрей Калиничев, он является профессором Высшей школы горных наук и телекоммуникации в Нанте во Франции, и президент Международного общества глинистых минералов, и главный научный сотрудник Международной лаборатории суперкомпьютерного атомистического моделирования и многомасштабного анализа Высшей школы экономики. Значит, как связано глобальное потепление у энергетика и глинистые минералы, и вообще при чем здесь глина, я надеюсь, вы узнаете в конце. Мы постепенно к этому придем. Андрей, прошу, значит, микрофон. Сейчас, да. Прежде чем я задам Андрею первый вопрос, и он начнет свою лекцию, свой рассказ, я хочу напомнить вам о таком факте. Вот каждый год ученые разных областей, климатологи, геофизики, географы, зоологи, палеоклиматологи, все вместе, они готовят большой доклад о проблемах климата. Все-все-все суммарное, что они знают на эту тему. Они готовят к саммиту ООН по климату. Ну, прошлый саммит проходил в декабре, то есть почти год назад. Ученым не дали слова на нем. Они доклад подготовили, вручили, между собой политики обсудили, экономисты обсудили, ученым не дали слова. Они не докладывали в конце, когда подводили итоги, саммит закрывался. Ну, как бы мнение ученых оказалось в 16-м. Кто в этом году слушал выступление Греты Тунберг? Ну, кто читал об этом? Здесь фан-клуб Греты Тунберг, я так понимаю, собрался практически. Вот. Да. Вот что интересно. Есть ли в этом зале кто-нибудь, кто не слышал про Грету Тунберг? Есть хоть один человек? Ни одного. Я не спрашиваю, читал ли кто-нибудь хоть какие-нибудь выжимки доклада ученых по поводу того, что происходит с климатом. И мы видим, это довольно парадоксальная ситуация. На саммите ООН ученых можно не слушать или слушать их в какую-то 16-ю очередь. Но Грета Тунберг готова послушать все. Скажите, есть ли кто-то в зале, кто готов отказаться, как Грета Тунберг, летать на самолетах? Вы знаете, что она не летает на самолетах? Есть ли кто-нибудь здесь, кто поддерживает эту идею? Нет. Хорошо. Тогда, значит, телепортация. Это замечательно, потому что... Хорошо. А есть ли те, кто вообще поддерживает Грету Тунберг? Ну, в ее стремлении сохранить планету. Окей. Теперь, вы знаете, давайте вот... Теперь мы послушаем человека, который знает много об этой проблеме, об этой очень сложной междисциплинарной проблеме. И в конце лекции мы сможем с вами понять, в чем была права и в чем была не права Грета Тунберг. Как на самом деле обстоят дела. Вот. И начнем мы вот... Ну, первый, конечно, мой вопрос. Я попрошу Андрея сформулировать вообще те проблемы, связанные с климатом, которые мы имеем на сегодняшний день самые существенные, самые важные. Спасибо, во-первых, за представление и за приглашение. Мне очень приятно здесь выступать. И я знаю, конечно, много, я знаю далеко-далеко не все. И, так сказать, обратная сторона того, что я специалист многих наук, я в каждой из них недостаточно специалист для того, чтобы много... Андрей, вот меня просится, чтобы для камеры лучше все-таки сюда перейти. Да, да, да. Можно в эту сторону. Хорошо. Да, 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 сюда, с этой стороны и вот так. Хорошо. Тут и Света больше. Хорошо. Значит, какие проблемы с... Ну, во-первых, известно, что, да, климат теплеет, и это все наблюдают. С этим связаны природные явления всякие, учащаются природные всякие катаклизмы. Кроме того, я покажу вам дальше на слайдах, значит, климат становится неустойчивым. Это очень медленный процесс, но он происходит. И, значит, равновесие земного климата может сорваться в одну сторону или в другую. Прежде чем оно куда-то сорвется, если сорвется, то это будет очень большой длинный период всяких пертурбаций. И это для человечества, в принципе, для человеческой цивилизации очень опасно. Вот тут важно понимать масштабы многих явлений. Я постараюсь это показать на слайдах масштабы времени и масштабы размеров и сопоставления этих масштабов различных явлений в планетарном масштабе для всех жителей планеты. И в этом смысле, если разницы нету между тем, где мы живем, там, скажем, в Урале или в Москве, или в Нью-Йорке, или во Франции, потому что нас всех это касается. Вот, значит, что известно совершенно точно. Вот измерение концентрации углекислого газа в атмосфере, сделанное на вершине Мауна-Лоа, это вулкан потухший, на Гавайях, там большая обсерватория астрономическая, метеорологическая. Вот измерение за последние уже 60 лет, можно сказать. Вот здесь сезонные есть колебания, видите, как точно меряется, можно прям видеть, где зима, где лето. И когда я учился в институте, вот где-то это было середина 70-х годов, значит, мы, там у нас были задачки всякие расчетные, вот мы считали 320 частей на миллион СО2 концентрации в атмосфере. Сейчас она, здесь вы видите, обрывается 2008 годом, значит, сейчас уже где-то заходит за 400 тысяч. То есть, в принципе, почти на четверть вот за то время, до времени моей, так сказать, научной карьеры поднялась концентрация в атмосфере. Что ученые оценивают из разных данных? Что эти выбросы, ну, они, естественно, происходят всегда, и значительная их часть абсорбируется обратно природой в самом разном виде, там деревья растут, животные, значит, это все потребляет углерод. Потом происходит выветривание пород, образование карбонатов и так далее. Но прикидывается достаточно точно, что примерно 57% этих выбросов не успевает так быстро адсорбироваться природой. И таким образом они остаются в атмосфере. Вот это, собственно, приводит к тому, что концентрация углекислого газа в атмосфере растет. Значит, по анализам пузырьков в пробах льда Антарктиды или Гренландии, и там есть еще разные другие методы, связанные с изотопом и так далее. Я не буду об этом говорить, я, на самом деле, об этом небольшой специалист, много сказать не могу. Но вот это вот очень, ну, достаточно точные данные, которые, вот где внизу картинка, я не вижу, вон там. Значит, это концентрация углекислоты в атмосфере в течение последних 700 тысяч лет. Вот такое вот происходит. Пока мы говорим только об измерениях, тут нет никакой температуры пока ничего. Вот, значит, вся история человечества, ну, собственно, человеческие цивилизации, это последние 10 тысяч лет. Ну, если взять самые первые известные наскальные рисунки, ну, может быть, будет 30 тысяч лет. То есть вот эта вот желтенькая полоска вертикальная, это все, что человечество знает в том климат, в котором человечество живет. То есть никаких других пертурбаций мы не знаем. Вот это вот красное тоже там полезло вверх на нуле, это здесь, видите, обратное отсчет, тысячи лет до нашего времени. Вот сейчас вот мы живем вот здесь. И концентрация углекислого газа растет очень быстро. К чему это приведет? Есть разные предсказания, есть разные противоречия, но, тем не менее, это ситуация, которую человечество еще не переживало. Вот, значит, вот смотрите, здесь опять та же самая картинка немножко в других координатах концентрация углекислоты в атмосфере. Теперь уже ось времени идет в обратную сторону, но те же самые сотни тысяч лет. Вот опять же, вот это вот наша история цивилизации, желтенькая полоска. А здесь в том же самом масштабе, вот 150 тысяч лет, значит, изменение уровня моря, а здесь изменение температуры. Они все идут следом друг за дружкой. То есть реально, значит, по мере того, как у нас меняется концентрация углекислоты в атмосфере, у нас меняется и температура воздуха в среднем на планете. И это, ну, вы видите, оно скоррелировано очень сильно, и сейчас вот оно все поднимается и поднимается и поднимается, и вместе с ней меняется точно так же синхронно. Вот здесь вот красненькие точечки. Это уровень моря, вот исторически, за последние 150 тысяч лет, по разным, опять же, экспериментальным данным, палеоклимата, палеогеографии, палеогеологии, значит, вот это все можно восстановить. Значит, что известно из вот климатических моделей, из того, как обменивается углекислый газ с, там, скажем, с океаной, с атмосферой и так далее. Значит, вот здесь вот у нас уровень температуры, который может меняться, да, и есть некий диапазон концентрации углекислоты, в котором климат устойчив. То есть, и, ну, вот можно сказать, что вот эти колебания, которые были в течение последних, там, скажем, миллиона, полмиллиона лет, вот плюс-минус туда-сюда, с периодичностью примерно 100 тысяч лет, это некое такое, такие вот устойчивые колебания. Но, значит, известно, это можно предсказать из модели, если будет перееден некий порог, то после этого порога начинается катастрофическое перегревание, и Земля превратится в подобие Венеры, там, где жизнь вообще никакая будет невозможна. С другой стороны, значит, в истории Земли были, в принципе, периоды, когда концентрация углекислого газа падала ниже тоже какого-то нижнего порога, и тогда, значит, вся Земля превращалась в такое вот подобие Антарктиды, в такой снежный ком на какое-то время. Это очень долгие геологические феномены, которые человечество, опять же, ни разу не переживало. И, ну, я думаю, что и, может быть, и не переживало. Но, в принципе, это, так сказать, известно из геологической истории Земли на более длинных масштабах, на миллионах лет, на сотнях миллионах лет, миллиардах лет, что такое в истории бывает. И лучше до таких вот пороговых значений, высших или низших, не доходить. Вот, значит, что происходит, вот баланс углекислого газа, углерода на планете. Значит, какое-то количество выбрасывается с вулканами СО2, выбрасывается метан, который потом окисляется в атмосфере, да, и тоже превращается в СО2. Значит, происходит выветривание пород, в результате его, так сказать, может образовываться углекислота также. Потом это все растворяется в океане, есть некий баланс. Есть жизнь на планете, которая адсорбирует углерод в виде, так сказать, растущих растений и животных. Потом они умирают, оседает эта органика, часть ее превращается, естественно, потом через много-много-много лет в уголь, нефть и газ. Значит, моллюски тем временем, значит, вот из растворенной СО2 строят из карбоната свои ракушки, которые потом тоже оседают на дно моря, превращаются сначала в ракушечник, потом в разные карбонатные породы. Да, вот есть такой равновесный более-менее цикл. Вот если посмотреть, ну, так сказать, потоки положительные и отрицательные углерода на планете, то вот первая колонка здесь отрицательная – это выветривание силикатов, которые забирают СО2 из атмосферы, захоронение органического углерода, ну, то есть это, собственно, мертвые растения и животные. Да, затем что-то забирает с собой, океаническая кора, когда она, там есть такой процесс медленной монтинной конвекции и субдукции. Значит, вот субдукция здесь отдельно выделена, тоже какое-то количество убирается из планетарного баланса. В то же время, значит, дегазируется от мор, это Mid-Ocean Ridge, это, значит, вот среднеокеанические хрипты, где активная технологическая деятельность происходит. Здесь разные другие всякие аспекты геологической активности регулярной, которые на планете просто присутствуют всегда. Вот они объединены вместе как вот-то некая природная дегазация. И вот здесь, в другом немножко масштабе, вся эта природная дегазация, это вот этот вот столбик. Вот видите, здесь вот все вместе, вот это собирается какой-то там 0,3. Здесь масса углерода выражена в петограммах углерода в год. То есть, ну, грубо говоря, это будет гигатонные углерода в год. Вот это то, что выбрасывается природным образом. И это вот оно, вот первая колонка. А вторая колонка, это антропогенные выбросы тоже в год. А третья колонка, это, значит, удар, катастрофическое явление было когда-то очень-очень давно в геологической истории, когда огромный метеорит ударил, и почти вся жизнь на Земле вымерла. Значит, вот такое количество СО2 тогда выбросилось в атмосферу. Значит, все вулканические провинции Земли, вот они дают вот примерно вот такой. То есть, здесь для нас самый важный момент, что антропогенные выбросы превышают все остальные. Они, по крайней мере, сравнимы. А они сравнимы, и они совершенно там в три раза, нет, не в три, а в 30 раз больше, чем то, что происходит естественным образом. Да, 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 катастрофическая шкала. Геологическими процессами, да, но главное, что все, что мы с вами вместе производим и выбрасываем, это получается либо очень сильно больше, либо сравнимо с тем, что мог бы, например, сотворить крупнейший метеорит. Вот, значит, тут важно понимать, что климат — это довольно сложная система с положительными обратными связями. Что такое обратная связь? Отрицательная обратная связь — это то, что держит систему в равновесии. Грубо говоря, если у вас шарик сидит в каком-то минимуме, да, в ямке, вы его оттолкнули, он вернулся у вас в ямку, потому что из силы тяжестика, вот это есть, собственно, отрицательная обратная связь, которая тянет его в равновесие. С другой стороны, если у вас шарик сидит на вершинке, и вы его оттолкнули, он улетит. То есть, у него он ускорится и улетит. Это положительная обратная связь. Андрей, сможем микрофон. Да, извиняюсь. Ну, тут зал небольшой, я кричу обычно. Извиняюсь, извиняюсь, я буду стараться. У меня нет много опыта выступлений таких. Значит, смотрите, вот любопытное явление, которое связано как раз с изменением климата. Вы знаете, есть такое течение Гальфстрим, теплое, которое собирает тепло в Южной Атлантике, затем омывает, значит, Южную Америку, Северную Америку, поднимается к Европе. И поэтому в Европе такой умеренный климат даже в северных широтах, по мере того, как эта теплая вода, соленая, значит, поднимается выше на север, она остывает. Более того, она смешивается с пресной водой Гренландии, значит, она остывает, становится тяжелее, опускается, и существует такой конвейер, который тянет тепло из Южной Атлантики в Северную, сохраняет теплый, умеренный климат в Европе и в России. Достаточно влажный, то же самое в Северной Америке, и приводит к муссонным явлениям в Африке и там дальше в Индии и так далее. Что происходит по мере глобального потепления? Тают льды Гренландии. Казалось бы, да, то есть вот происходит потепление, тают гренландские льды, это пресная вода. Пресная вода легче соленой, она остается на поверхности, более того, она холодная. Это течение теплое, оно остывает быстрее, дальше все южнее и южнее, быстрее опускается вниз, и таким образом в конечном итоге конвейер прекращается. Известно в биологической истории, что такое происходило не раз, и это приводит к тому, что при потеплении климата в Европе погода станет более холодной, более сухой, ветреной, то же самое в Соединенных Штатах. Вот здесь вот, видите, все высушится достаточно сильно. При потеплении, то есть, ну, такой вот некий, с помощью потепления можно, значит, заморозить Европу и Северную Америку. Ну, вот это не единственный аргумент скептиков и отрицателей так называемого глобального потепления, да. С одной стороны, они указывают на то, что, ну, вы же видите, что же это за потепление такое. С другой стороны, Андрей, а как это связано с деятельностью человека? Потому что самая главная проблема, о которой никак не могут договориться ученые, те, кто пытаются сохранить природу, там, экоактивисты, и политики, и бизнес, это самый главный водораздел, это то, что часто говорят ученым, ну, послушайте, ну, это же было, процессы идут, климатические изменения идут, человечество жило много, там, сотен тысяч лет, а когда-то и вообще не жило, не было человечества, но климат меняется, и не факт, что мы можем на это так повлиять. Вот что доказывает, что люди здесь при чем все-таки? Хорошо. То есть, ну, причем уже понятно, потому что, так сказать, можно посчитать, померить, какое количество углекислоты в атмосферу выбрасывается. И это человеческая деятельность. И она уже сравнима с тем, что, да, вот, природные циклы регулярные или какие-то нерегулярные явления, вот, вроде, там, ударов метеоритов или каких-то катастрофических извержений вулкана. Значит, ну вот, человеческая деятельность. Значит, вот здесь вот статистика, какие страны вносят наибольший вклад в выбросы углекислого газа в атмосферу. 27% Китай, почти 15% Соединенные Штаты, примерно 7% Индия, примерно 5% Россия, примерно 3% Япония, чуть больше. То есть, в общей сложности первые пять вносят в этот баланс атропогенных эмиссий больше половины. Значит, ну, про Грету мы уже тут немножко говорили. Вот она здесь на яхте как раз направляется в Нью-Йорк на сессию ООН. На сессию ООН она обвинила, значит, некоторые страны в том, что они лишили ее детства счастливого. Значит, какие страны она объявила? Она объявила, ну, в составе там еще некого, некой компании детей из разных стран. Значит, обвинения были предъявлены Германии, Бразилии, Турции, Аргентине и Франции. Во Франции почти 80% электричества вырабатывается на атомных электростанциях. Франция в этом смысле почти идеальный пример малого, так сказать, углеродного следа на планете. Тем не менее, вот Францию объявили, что она лишила Грету детства, в то время как вот Китай, который в 30 раз почти больше выбрасывает СО2 в атмосферу, он, значит, ну, так сказать, юридические тонкости, почему именно эти страны были объявлены, значит, виновными, я, конечно, сейчас не буду на них останавливаться, это не так интересно, это не предмет нашей лекции. Ну, вот... Но самое главное, все-таки надо пояснить просто, почему она не предъявила им эти обвинения. Ну, хорошо, да. То есть на самом деле просто объявления были предъявлены тем, кто подписал некую конвенцию, чтобы соблюдать баланс и какие-то пределы выбросов в атмосферу, а вот эти крупные страны, самые крупнейшие, так сказать, источники выбросов, да, источники углекислого газа, они ее либо не подписали, либо не артифицировали. Таким образом, юридически их нельзя в этом обвинять. Хотя, значит, ну, так сказать, разумного смысла я не вижу, честно говоря. Мне кажется, что это дискредитирует саму идею борьбу за чистоту климата, борьбу за, ну, так сказать, с потеплением климата, то есть причинами потепления климата. Ну, и затем, значит, вот самые разные предлагаются меры для того, чтобы бороться с этим, там, в частности, меньше летать на самолетах, для того, чтобы, так сказать, не загрязнять атмосферу, отказаться от пластика, ну, и масса других, да. В частности, то есть меньше есть мясо, меньше растет говядина. А может, давайте тогда все-таки остановимся по поводу говядины и мяса. Как связано мясо и потребление мяса, и вообще как развитие животноводства связано с проблемой глобального потепления? Давайте поясним этот момент. Ну, когда животные кормятся, они, так сказать, генерируют метан, который является, на самом деле, более сильным газом, тепличным, чем даже СО2. Более токсичным. Да, ну, токсичным в этом смысле, да. Но он потом превращается в СО2 точно так же, поэтому… Поэтому, соответственно, одно из направлений этого экоактивизма – это вегетарианство. Что нужно сохранять меньше есть мясо, меньше выращивать мясо специально для еды, меньше развивать животноводство, чтобы меньше были выбросы метана. Да, раз вы говорили о метане, я еще об одной положительной обратной связи скажу. Очень опасные, на самом деле. То есть вот в нынешних климатических условиях огромное количество метана сохраняется, во-первых, в вечной мерзлоте в Сибири и в Канаде. Вот, и это, как это сказать, на дне арктических океанов, и также на дне океанов и неарктических, в так называемых, газгидратах. Вот. Значит, к чему приведет потепление климата? Приведет к тому, что вечная мерзлота будет оттаивать, и мало того, что там всякие могут быть инженерные проблемы, связанные с тем, что дома там неустойки и так далее. Будет усиливаться выброс метана в атмосферу, который еще больше усилит потепление климата. Это как раз положительная и обратная связь, когда отклонение от равновесия еще более удаляет систему от равновесия. Это вот как раз одно из таких опасных явлений. И это будет в больших объемах, чем тоже в одноводстве, которое... Абсолютно. Абсолютно. Это несравнение. И как раз вот недавно, я не помню, что это была за экспедиция, это были российские ученые, которые в этот сезон в каких-то северных морях обнаружили огромные потоки метана и растущие. Вот как раз связанные с тем, что климат теплеет. С одной стороны, мы имеем преимущество в том, что освобождается сегодня морской путь, а с другой стороны, это связано с дополнительными выбросами метана, со дна и из вечной мерзлоты, которые могут быть очень опасны, если это будет развиваться дальше. Вот. Значит, можем ли мы от этого отказаться? Ну, я не знаю. Это должно решать человечество. Вот, значит, из чего состоит человечество. Вот здесь посмотрите история населения Земли с 1700 года, ну, и с прогнозом до 2100. Так, вот в Петровские времена на Земле, на всей планете, жило 600 миллионов человек. Вот, когда я родился, то было примерно там 2,5-2,7 миллиардов человек. Сейчас, вот в настоящее время, это уже почти 8 миллиардов, то есть за время моей жизни население планеты утроилось. Утроилось. Значит, не растет дальше. Ну, если посмотреть скорость роста, то вот в 68 году было достигнуть примерно 2% в год, и с тех пор скорость роста падает, и прогноз такой, что она будет падать и дальше, и где-то примерно к 2100 году или после того население планеты стабилизируется примерно на там 100, то есть, извините, 10-12 миллиардов человек. Окей? То есть с этой точки зрения у нас, ну, вроде как, некое насыщение наступит, наступит равновесное состояние планет с точки зрения вот населения человечества. Как это распределяется по материкам? Значит, вот посмотрите, в Азии всегда было больше, сейчас вот в последние 50-70 лет это такой очень значительный рост в абсолютных величинах. В относительных, например, население Европы стабильно уже в течение больше, чем 100 лет. Население Америки точно так же немножко растет. Население более светло-зеленое – это Южная Америка, темно-зеленое – это Северная Америка. Но население растет главным образом за счет азиатских стран. То есть более половины – это Китай и Индия. Значит, как это сказывается на выбросах углекислого газа? Вот здесь вот картиночка не очень хорошей, может быть, разрешение. Значит, синенькое – это выбросы углекислого газа странами, которые принадлежат к организации экономического сотрудничества и развития. Ну, можно назвать промышленно развитыми странами. Или там кто-то любит, например, слова «золотой миллиард». Ну, вот, можете написать здесь «золотой миллиард». А розовенькими – это как раз страны, которые не принадлежат к этим промышленным разным странам. Что мы видим? Что вот была промышленная революция, эти страны развивались очень быстро. Где-то примерно после войны у них начинает выполаживаться выбросы их углекислого газа в атмосферу. Зато развивающиеся страны, вот где-то примерно в конце прошлого века, количество выбросов из развивающих стран уже превысило то, что выбрасывают индустриальные. Нет, продолжаем. Значит, по источникам энергии. Вот такая статистика за последние, там, скажем, 40 с чем-то лет. Примерно 40 лет. Вот, посмотрите, во-первых, здесь все приведено в условных миллионах тонн, ну, как сказать, нефти, да? Условных эквивалентах нефти. Посмотрите, в 1973 году примерно половина первичной энергии – это была нефть, примерно четверть был уголь, примерно там шестая часть – природный газ, немножко было там ядерное и так далее. Значит, вот прошло 40 лет, доля угля даже немножко увеличилась, а с учетом того, что общее потребление энергии увеличилось в два раза, значит, мы сжигаем сейчас на планете больше, чем в два раза больше уголя, чем в 1973 году. То же самое с нефтью, немножко уменьшилось, стали больше газа сжигать. Это на самом деле хорошо, потому что газ из ископаемых топлива – это самое чистое. Вот. Затем увеличилась доля ядерной энергии, ну, водородной, ну, и здесь вот есть, в смысле, не водородной, а гидроэнергетики, ну, и какое-то количество вот есть возобновляемых источников, которые появились и растут. Значит, выбросы СО2 из разных источников. Было больше трети от угля раньше, теперь это уже почти половина. Я должен сказать, ну, то есть, я не проверял это, но где-то прочитал в обзорах научных, Китай вводит новую тепловую электростанцию угольную каждый день. И, ну, в общем, никуда от этого не деться, они быстро развиваются, и, значит, это дает свои экономические преимущества, но это тоже и растит баланс углекислого газа в атмосфере. Значит, вот, было половина из нефти СО2, теперь примерно треть, что тоже хорошо, зато увеличилась доля от природного газа, но обратите внимание, за эти 40 лет мы в два раза увеличили выброс СО2 в атмосферу. Поэтому, собственно, вот, так сказать, мы видим это в атмосфере, и это же сказывается и на температуре. Как это распределяется по регионам планет? Ну, вот опять голубенькое, это как бы золотой миллиард в кавычках, значит, а синенькое, вот здесь опять называется, как европейские и евроазиатские страны, не принадлежащие промышленно развитому группе. Это, по сути дела, вот СНГ, и восточный блок в то время, сейчас примерно то же самое. То есть доля, вот, северной Евразии, значит, уменьшилась, доля развитых стран уменьшилась почти в половину, но при этом, конечно, и размер выбросов увеличился в два раза. И очень сильно выросла доля Китая. Вот, то есть экономическое развитие, быстрый промышленный прогресс, он, конечно, вот имеет свои такие негативные стороны. То же самое касается развития в Азии в других странах. Вот это вот другие азиатские страны, это главным образом Индия, Вьетнам, Малайзия, Индонезия и так далее. Вот, доля Африки по-прежнему мала, доля Ближнего Востока увеличивается, он тоже растет. То есть сдержать развитие человечества невозможно. Надо, ну, так сказать, позволять, не позволять, а стимулировать развитие таким образом, чтобы это не вредило планете. Но можно только зафиксировать одну вещь, что очень заметно, что видно, что развитие промышленности одной группы стран приводит к возникновению проблем на всей планете, но при этом в основном занимаются изучением этих проблем ученые из так называемого того золотого миллиарда. Потому что мы видим, что в употреблении Китая и Южная Азия, соответственно, то есть у них растет гораздо больше выбросов, а при этом ученые, которые пытаются поставить проблему, обращают на это внимание и так далее, это, соответственно, другая группа стран. Вот, возвращаясь к тому, с чего мы начинали, что это не проблема, которая лежит в области науки, потому что если вы имеете дело с экономиками других стран, то, соответственно, вы можете только это политически-экономически решать. Чтобы ученые не кричали из Европы или из Америки, решить так это невозможно. Ну, я только частично с этим соглашусь, потому что на самом деле в Китае, особенно в последнее время, ведутся очень серьезные исследования, связанные с тем, чтобы... Потому что там реально... Ну, их вынуждают... Совершенно верно. Их вынуждают это делать, конечно. Более того, Китай в настоящее время является крупнейшим производителем и потребителем, например, электромобилей, и эта доля растет со страшной силой, она по-прежнему мала в мировых продажах, но тем не менее, я не поставил сюда, к сожалению, эту картинку, но если интересно, могу показать. Реально Китай лидер в электроавтомобилестроении, и во многих других, они, так сказать, не только тепловые электростанции ставят новые каждые две недели, они ставят и ветряки, они ставят и солнечные электростанции в огромных количествах, и в этом смысле, ну, я бы не стал предъявлять претензии, вот однозначно, что вот, так сказать, пренебрежение глобальным проблемам. Нет, они этим тоже озабочиваются. Вот, значит, посмотрите, вот уголь, на что он идёт? Ну, во-первых, большая доля идёт просто на производство стали и чугуна для чёрной металлургии, да, и часть идёт в разные другие химические, петрохимические производства для разработки других неметаллических минералов. Вот сейчас эта доля к 17-му году выросла многократно, самое разное сырьё используется. При этом, несмотря на то, что потребление угля увеличилось, ну, если не в два, то в полтора раза, по крайней мере, на производство стали и чугуна стало тратиться ещё по доле даже в два раза больше, то есть реально, ну, опять же, вот это вот экономическое развитие невозможно без этого. Тут я не вижу отдельно выделенной цементной промышленности, но производство цемента в мире ответственно примерно за 8% выбросов СО2 в атмосферу. Опять же, страны развиваются, строят, не только в Китае, но и в Штатах, и в Екатеринбурге, везде, значит, строительные материалы требуют энергии и, значит, вот выбросы неизбежны. Значит, мы это развитие остановить не можем и не должны, но мы должны думать о том, как это делать таким образом, чтобы сохранить планету и жизнь для следующих поколений. Значит, вот то же самое по нефти. Куда идет нефть? Стало еще гораздо, во-первых, увеличилось, так сказать, потребление нефти не в два раза, а меньше, что тоже хорошо. То есть это отражает некую экономию, да, экономичность, растущую экономичность потребления разных видов энергии. Значит, но примерно половина ее сейчас расходуется на транспорт. Обратите внимание, вот как раз здесь вот выделена доля авиации. 5% было в 1973 году, оно выросло до 8% вот в 2017 году. То есть из всей нефти только 8% сжигается, так сказать, в самолетных двигателях. То есть на самом деле это не такое огромное количество. Если бороться не с полетами на самолетах, а бороться именно, так сказать, с загрязнением атмосферы за счет сжигания нефти, то, наверное, надо обратить внимание на другие источники этих загрязнений. Вот, это такое, так сказать, вот цифровое сравнение. То есть бензиновые двигатели гораздо, ну, на дорогах, да? Ну да, да, да. Вот здесь как раз более подробно расписано, вот, собственно, нефтепродукты. Вот нефть, которая использовалась в качестве топлива, это мазут, по сути дела. Так, раньше было почти треть. Сейчас эта доля уменьшилась очень сильно, что очень хорошо, потому что, так сказать, во всем мире переходит на более чистые источники для, вот, собственно, отопления, да, и всякие, значит, посмотрите, доля, вот, желтенькая здесь, это бензин, по сути дела, автомобильный, да? То есть было четверть, была пятая часть, сейчас примерно четверть. Но, в общем, это неплохо. Авиация, вот здесь, опять же, здесь голубенькие эти сектора выделены, 4%, 7,5%. То есть вот эта вот доля продуктов нефтепереработки, которая сжигается в революционных двигателях и позволяет нам перемещаться, в частности, мне прилететь к вам из Москвы в Екатеринбург, чтобы об этом поговорить. А в Москву я тоже прилетел из Нанта через Париж. И, в общем, мне добираться через неделю домой, вот, на трех-четырех самолетах. Ну, и по-другому я не могу, потому что на яхту у меня нет денег, извините. Вы не настолько богаты, как Грета Тундерк? Нет, я не настолько популярен. Вот, значит, электричество. Из чего вырабатывается? Обратите внимание, что при том, что энергии потребляться стало примерно в два раза больше, и выбросов в атмосферу углекислоты в два раза больше примерно, но электричество стало вырабатываться в четыре раза больше. Из разных источников. Посмотрите, доля угля осталась той же самой, но, по сути дела, это значит, что в четыре раза больше электричества вырабатывается за счет угля. В четыре раза больше угля потребляется на это дело. Зато доля нефти уменьшилась очень хорошо. Доля природного газа увеличилась. Выросла доля ядерной энергии. Уменьшилась относительно доля гидроэлектростанций, потому что, ну, просто выросло все остальное, а этих не так много строит. Это очень длительный процесс. Ну, и выросла очень сильно доля возобновляемых источников энергии, которые не гидро. То есть это вот сюда входит и солнце, и ветер, и там геотермальные, и так далее. Но в общей сложности это, к сожалению, пока всего 9%. Они очень быстро растут, но пока что это всего 9%. Значит, на что тратится электричество? Более половины ее потреблялось раньше промышленности, сейчас эта доля уменьшается. Доля того, что тратится в домохозяйство для отопления или там готовки пищи, для освещения и так далее, остается примерно четвертью. Растет сектор какой? Растет сектор коммерческий и общественных сервисов. Ну, по сути дела, я думаю, это общественный транспорт, который электрический, что тоже хорошо, потому что экономит нам электрический транспорт, значит, мы экономим на бензин. И транспорт тут отдельно есть, вот еще тоже выделен 1%. Вот, значит, смотрите, крупнейший потребитель электричества в мире Китай, у Штатов заметно поменьше, примерно на треть, и потом следом с большим отрывом меньше у Индии, потом Японии, и Россия только на пятом месте, чуть больше, чем у Южной Кореи, дальше там Германия, Канада, Бразилия и Франция. И первые вот эти вот топ-тен стран, которые потребляют электричество, они потребляют 40% всего электричества в мире. Весь остальный мир потребляет остальные 60%. Значит, и здесь у нас есть засада. Нам нужно больше энергии, значительная часть ее вырабатывается за счет ископаемых ресурсов, но мы хотим сохранить планету, значит, принятые парижские соглашения, по которым к 50-му году нужно ограничить выбросы в атмосферу или в сжигание ископаемого топлива таким образом, чтобы температура не поднялась выше, чем на 2 градуса по сравнению с тем, что она сейчас есть. Значит, и нашлись сметливые люди, которые сообразили, что если мы хотим ограничить выброс углекислого газа какой-то величиной, это значит, что мы ограничиваем то количество ископаемого топлива, которое мы можем сжечь. Собственно, вот величина, которая должна поступить в атмосферу, которая позволена поступить в атмосферу, если мы не хотим ее перегреть сильнее. Вот ископаемые ресурсы, доступные уже сейчас, понимаете, уголь, нефть, газ, там все такое, сланцы, это примерно в 10 раз больше, чем то, что мы можем сжечь. Соответственно, если мы не хотим разогреть атмосферу больше вот этой величины, мы не можем просто сжечь, использовать даже те ресурсы, которые нам уже доступны. Более того, исследователи взяли и ранжировали эти ресурсы по дешевизне, по стоимости, имея в виду, что, естественно, в первую очередь добываются, продаются, используют те ресурсы, которые дешевле добыть, дешевле продать и так далее. И получается, что примерно 80% угля на планете, хотя он доступен, его просто невозможно сжечь, потому что иначе температура атмосферы поднимется многократно. То же самое касается значительной доли ресурсов нефти и газа даже таких стран, как Саудовская Аравия и Россия. То есть просто реально, на самом деле, ископаемого топлива гораздо больше, чем мы можем себе позволить использовать. То есть получается в этом смысле российские запасы, которыми мы так гордимся, они в буквальном смысле не делают нам погоды, точнее, они как раз… Да, они могут нам испортить погоду. Да, они могут так нам испортить погоду, что мы, несмотря на то, что мы в этом смысле очень богаты, это богатство нам не поможет. Нам все равно нужно развивать другие альтернативные источники энергии, не связанные с нашими запасами. Да, то есть поскольку главный источник антропогенных деятельностей человека выброса СО2 в атмосферу – это ископаемое топливо, которое пигается в разных видах, значит, нужно использовать, искать такие источники энергии, которые это ископаемое топливо не используют. Ну вот, пожалуйста, здесь статистика среднегодовой рост выработки энергии от возобновляемых источников с 1990 года по 2017 год. Понимаете, вот, например, фотоэлектричество росло среднегодовыми темпами 37% в год. Это гигантские, гигантские совершенно темпы. Ветер немножко медленнее, биогаз порядка 10%, тепло от солнца, то есть просто нагревание воды, там, скажем, отопление и так далее. Тоже хороший, так сказать, возобновляемый источник энергии, тоже растет темпами 10% в год. Жидкое биотопливо, но остальные я тут не стал переводить, они уже относительно небольшие, но, значит, в целом все возобновляемые источники энергии в настоящее время составляют всего 9% потребляемой энергии. То есть они растут быстрыми темпами, когда-то это будет хорошо, но пока что этого пока нету. Причем, вот если посмотреть, из чего состоят, собственно, вот разные возобновляемые источники, то две трети их – это так называемые биотопливо и мусор. И биотопливо – это главным образом то, что здесь эфемистически называется твердое биотопливо и древесный уголь. Твердое биотопливо – это, извините, дрова. Поэтому вот там в Африке, где ничем кроме дровами они топить не могут, или где-то в бедных деревнях в Индии, вот это считается, что они используют возобновляемые источники энергии. Мне кажется, что это лукавство некое, которое, в общем, для технологического развития… А можно, давайте поинтересуемся. Скажите, а вы знаете, вот в Екатеринбурге, в Сырловской области, какие возобновляемые источники энергии используются? Дрова. Кроме дров. Где-нибудь ветряки стоят. Какие вообще есть у вас варианты? Кто-нибудь знает? Солнечные панели. А, вот, да, да. То есть даже солнечные панели поставили здесь, да? Гидро. Ну, вот видите, вот то же самое. То есть доля их очень-очень мала по сравнению с… При том, что развиваются они очень быстро, и, в принципе, понятно, что их нужно развивать еще быстрее, нужно внедрять, распространять и так далее. Там возникают свои проблемы, связанные с тем, что там, скажем, для того, чтобы солнечные большие электростанции ставить нужны большие площади. Кроме того, эти большие площади с фотоэлементами, которые там ветром, пылью, они постепенно загрязняются, чистить их надо каким-то образом и так далее. И, опять же, у них какой-то есть срок службы, как их потом заменять. То есть вот многие технологические вопросы, люди над этим думают, придумывают инженерные решения, и строятся такие электростанции, это все развивается очень быстро. Но это пока не стало, ну что ли, основными источниками энергии на планете. Далеко не основными. Вот. Есть? Да? Ну, теперь возникает вопрос. Да. Но если все так сложно, солнца не хватает, ну, многие страны просто живут там, где нету солнца, с ветрами тоже все, ветряная энергия, то есть она может быть очень дорогая в этом смысле по себестоимости. Почему не последовать примеру Франции? Почему просто взять и не перейти на ядерные источники энергии? В чем проблема? Ну, проблемы есть, и на самом деле они осознаются в самой Франции. На самом деле во Франции принята программа с тем, чтобы там, я не помню, к 40-му или 50-му году сократить долю ядерной энергии с 75% до 50%, потому что это, конечно, опасно полагаться на основной источник энергии. Нужно диверсифицировать. Более того, большинство французских реакторов, построенных в 60-70-е годы, они приближаются к выработке своего ресурса. Нужно строить новые, нужно разбирать старые. Это приводит к тому, что там отходы не только в виде отработанного топлива, но и, так сказать, облученных конструкционных материалов, сталь, бетон и так далее. Их тоже надо куда-то одевать? Совершенно верно. Они мало радиоактивные, но, тем не менее, их тоже нужно захоранить. Над этим работают. Ну вот, значит, что мы знаем об атомной энергетике. Суммарная мощность в Соединенных Штатах почти в два раза больше, чем во Франции. Хотя, ну, к долям мы потом перейдем. В России примерно в два раза меньше, чем во Франции. И, соответственно, в четыре раза меньше, чем в Соединенных Штатах. Следовательно идет Корея. Это по полной мощности атомных электростанций, которые вырабатывают электричество. Южная Корея идет, потом идет Китай, который быстрыми темпами наращивает атомную энергетику. Канада, Германия, Украина и так далее. Я не буду дальше тут все страны перечислять. А зато по доле атомной энергетики в общей доле потребляемой электрической мощности, Франция на первом месте, почти 80%. Затем идет Словакия, потом идет Венгрия, Украина, Бельгия, Швеция, Швейцария, Чехия, Финляндия и так далее. И Соединенные Штаты вот здесь где-то, то есть, Соединенные Штаты производят так много энергии из разных источников, что доля ядерной, она на самом деле небольшая, при том, что мощность в два раза больше, чем даже у Франции. Значит, а Китай, вот видите, Китай, несмотря на то, что вырабатывает огромную мощность, но он потребляет столько много разных других видов энергии, что доля атомной там пока очень маленькая, но быстро растет. По числу работающих реакторов в Соединенных Штатах почти сотня, 58 во Франции, 45 уже в Китае, видите, и растет, и строится очень много. В Японии почти столько же, сколько в России, потом следом идет Южная Корея, Индия, Канада и так далее. То есть Россия, несмотря на то, что она является, в общем, серьезной атомной державой, она далеко не лидер ни по производству, ни по строительству таких электростанций. Вот, значит, к проблеме радиоактивных отходов. Значит, не всегда осознается, что, ну, во-первых, отходы промышленности бывают не только радиоактивными, а, во-вторых, насколько их много или мало. Вот посмотрите, это пример, на примере Франции, где больше 70% электричества вырабатывается на атомных электростанциях. Все промышленные отходы Франции составляют примерно 2,5 тонны на человека в год. Из них, то есть 2,5, все промышленные отходы. Из них токсичных отходов химически примерно 100 килограмм. То есть остальное, оно, в общем, не токсичное. Это мусор там и так далее, но это не токсичный отход. Вот. Из них радиоактивных всего килограмм на человека в год во Франции. Из них высокоактивных, которые, собственно, нужно захоранивать, я очень осторожно с ними обращаться, всего 5 грамм на человека в год. Понимаете? То есть это очень страшные токсичные материалы, высокоактивные, смертельно опасные, но их на самом деле не так много. С этим можно бороться, их можно захоранивать. Вот, значит, все долгоживущие радиоактивные отходы, собственно, вот эти вот 5 грамм на человека, как они распределяются. Из них 2 трети – это примерно за счет выработки электроэнергии, примерно 1 шестая часть – это оборона, это выработка, там, я так понимаю, всякие бомбы тоже делают во Франции, как и во некоторых других странах. Значит, примерно 20% – наука, и еще какая-то доля, небольшая неядерная промышленность, наверное, медицина, вот всякие датчики, вот сюда, там, скажем, диагностика всякими изотопами и так далее. То есть этого немного, но это могут быть очень хитрые изотопы, с которыми надо обращаться очень-очень осторожно. Значит, какие есть… Да, прежде чем мы перейдем к методам, как можно это решить, я вот хочу напомнить, что совсем недавно жители Австралии, они просто запретили у себя, то есть у них были мощные очень гражданские способы протеста, обсуждения, референдума, они запретили у себя захоранивать на территории своей страны ядерные отходы. Они сказали, что у нас это делать нельзя. Подразумевается, что, дорогие ученые, найдите-ка какие-нибудь другие способы, но землю нашу, пожалуйста, не пачкайте. Теперь, соответственно, вопрос к ученым. Что предлагается? Какие есть варианты? Сейчас скоро появится глина. Да. Значит, ну, на самом деле, с тех самых пор, как люди стали использовать атомную энергию, естественно, задумываются, куда девать отходы. Понятно было сразу, что они токсичные, они радиоактивные, они будут оставаться радиоактивными некоторые в течение там десятков и сотен тысяч лет, и куда-то их нужно изолировать. Предлагались разные способы, до самых экзотических, там запустить вход, запустить на солнце, оно там сгорит, и все. Вот. Или там в сверхглубокие скважины, в эти самые, как они называются, на дно океанов. В капсулы. Да. И, ну, ряд других. Но в конечном итоге все сошлись на том, что вот методы геологического захоронения радиоактивных отводов, то есть просто закопать глубоко в землю и специальным образом изолировать. Вот. И для этого рассматривались в разных странах разные породы. Вот здесь вот указано, значит, глины для геологических, значит, систем захоронения. В конечном итоге консенсус такой, что глины лучше всего, хотя есть и другие породы, там в гранитах некоторых странах планируют захоранивать или в каких-то... По ряду причин глины в качестве пород, в которых вот эти шахты, значит, для захоронения отходов роются, они более выгодны с точки зрения, то есть физики, химии, механики их поведения. Вот здесь, значит, вот некий консенсус между Андра, это французское агентство, ответственное за захоронение радиоактивных отходов, вот это вот бельгийское агентство, это агентство канадское, это агентство шведское, это швейцарское, это, я не помню, может быть, польское или словацкое, ну и так далее. Ну, то есть на самом деле во всех странах этим занимаются. Раз в два года проводится международная конференция по вот природным и инженерным барьерам, барьеров в качестве, значит, вот геохимических барьеров для захоронения радиоактивных отходов. И принимается модель так называемых вот множественных барьер. В частности, эти высокоактивные обходы, в первую очередь, ну, они там отстаиваются какое-то время в отстойниках на станциях, может быть, перерабатываются, в некоторых странах перерабатывают отработанное топливо, в некоторых нет. И потом его остекло смешивают, значит, вот с боросиликатным стеклом. Бор является замедлительным нейтронком. И таким образом эти вот радионуклиды иммобилизуются в стекле. Дальше это стекло, ну, жидкое, да, заливается в канистры из нержавейки. И затем эти канистры помещаются, значит, они изолируются дополнительно внешние стенки глиной, которые, значит, делают это непроницаемые для воды. И затем в цементные шахты, вот здесь это более показано, вот это мой аспирант Брест-Энгуана, с которым мы несколько лет назад как раз посещали эту французскую лабораторию, которая находится на глубине примерно 500 метров. Там такой слой глины, колово-оксфордиевый. Сейчас это существует в качестве подземной лаборатории уже, наверное, по крайней мере, с начала 90-х годов, может быть, даже раньше. Но примерно с 2025 года предполагается, что на этом месте будет создан хранилище вот такое, примерно на глубине 500 метров. Тут такие прорытые шахты, ходы, и потом от них еще ответвления. И в эти ответвления будут запихиваться контейнер за контейнером, в который будут изолироваться глины. Таким образом у нас барьер. Иммобилизовано все в стекле, потом барьер между стеклом и нержавейкой, потом между нержавейкой и глиной, потом между глиной и цементом, потом между цементом и глиниными породами, и все эти на глубине 500 метров в породах, которые остаются геологически стабильными в течение последних 50 миллионов лет. Андрей, мы рады за Францию, а что вы знаете про Россию? Про Россию я знаю гораздо меньше. Какие практики, как вы знаете, от своих коллег приняты здесь? Ну, я знаю, что отрабатывается схема захоронения, подобное же, но в гранитных формациях вблизи Красноярска. Я знаю, что вблизи Петербурга менее активные отходы захораниваются примерно таким же способом, но на глубине не 500 метров, а примерно 60. Ну и, то есть есть проекты, но я, к сожалению, не знаю об этом достаточно много. Только вот от российских коллег, которыми у меня, к сожалению, нету такого вот ну, что ли, плотного контакта регулярного. Хотя, я должен сказать, что вот буквально в пятницу закончилась конференция по глиным и глинистым минералам в Москве, в Институте геологии рудных месторождений и так далее, на которой специальная сессия как раз была посвящена глиным в качестве барьеров для захоронения радиоактивных отходов. И коллеги меня туда пригласили, даже в качестве программного комитета. Вот немножко я об этом узнал. Но в России немножко это развивается пока что с отставанием. И, ну, поскольку я по собственной теме не собираюсь узнавать никаких секретов, со мной ими тоже и не делятся. Вот. А ничего такого секретного про Францию я тоже вам не рассказываю. Это все работы, которые ведутся открыто. Более того, на эту подземную лабораторию проводятся экскурсии для того, чтобы публика была в курсе того, что происходит, для того, чтобы она доверяла ученым и инженерам в том, что это можно сделать безопасно. Более того, когда, значит, вот принимается во Франции решение начать захоранивать радиоактивные отходы вот таким геологическим способом, значит, во Франции есть такая специальная комиссия по общественным дебатам. Она, по-моему, при парламенте там существует. Вот они провели, назначили какую-то комиссию, которая прошерстила всю научную литературу за последние, ну, по крайней мере, с 50-х годов прошлого века все возможные способы, которые обсуждались когда-либо в литературе, захоронение радиоактивных отходов, избавление от радиоактивных отходов для того, чтобы убедиться публике самой в том, что такой геологический способ является самым надежным, дешевым, безопасным и так далее. И, в общем, они согласились с тем, что это действительно так. Вот у меня лежит отчет, кстати, там и стали. В мае, буквально в мае 19-го года он только что был опубликован. Ну вот. Значит, и, ну, в заключении один слайд, который показывает о том, что иногда публика... Это относится не только к радиоактивности, к атомной энергии, но и ко многим другим сферам человеческой деятельности. Иногда люди просто не осознают, недооценивают риски, а иногда, наоборот, переоценивают риски. То есть, вот здесь вот приведены факторы риска смерти от разных причин. Причем, они разделены здесь вот темно-синим. Это в странах, которые достаточно богаты. Голубеньким – это в странах такого среднего достатка, а желтеньким – это в бедных странах. Да? Соответственно, у них источники, факторы риска смерти от разных причин разные. Тем не менее, вот, значит, вот здесь вот гипертония в разных странах, курение, диабет, недостаток физической активности, ожирение, высокий холестерин, небезопасный секс в бедных странах, значит, вот в Африке спит, убивает огромное количество народу вследствие этого, алкоголь, это уже в странах среднего достатка значительная довольно причина, ну и так далее. Ну и в частности загрязнение климата, загрязнение воздуха, это тоже заметная причина. А вот здесь вот мой коллега оценил, значит, опять же из медицинских источников, значит, фактор риска смертности от явления, которое на самом деле не произошло, но предположим, если все население планеты облучить таким количеством радиоактивности, какое получили чернобырские ликвидаторы. Это вот верхняя красная строчка. Да, верхний красный столбик, это вот, так сказать, факторы риска смертности от радиоактивности, которые получили чернобырские ликвидаторы, если облучить все человечество. Ну, то есть, я не знаю, я летаю примерно раз 20 в год на самолетах и на высоте 10 километров, там довольно приличное облучение просто космическим изучением, так как там атмосфера более развертая. То есть, это, конечно, тоже риск, на который, ну, не знаю, если хочешь путешествовать, то идешь, потому что других способов нет, быстро перемещаться по планете. Поэтому, ну, вот какой-то баланс люди сами выбирают, как соблюдать. Чем я хочу закончить? Вот, ну, некоторыми выводами. Значит, ну, договорились или не договорились, трудно сказать. По большинству факторов, которые, вот, связаны с климатом, связаны с выработкой и потреблением энергии, и эффективностью использования энергии. В принципе, у ученых и инженеров нету больших разногласий. То есть, ну, так сказать, всегда, конечно, бывают споры и так далее. Но, во многих случаях, мнение ученых как раз вполне однозначное. Они могут договориться между собой политики, или там даже внутри одной страны, или даже внутри одной деревни одного подъезда, да, чтобы лампочку вкрутить. Вот. И проблемы безопасного производства и использования энергии, они в настоящее время, на мой взгляд, они не столько научные или инженерные, сколько они социально-политические, и самое главное, что они глобальные, их нельзя решить в рамках одной страны, и там даже какой-то группы стран. Это просто такие решения, которые должны выработаться всем человечеством. А человечество, к сожалению, пока в такой степени не доверяет друг другу, не согласовано для того, чтобы такие решения выработать. Вот. Хотя, значит, естественно, только так можно и подойти к их решению. И поэтому я считаю, что самый дорогой ресурс – это не нефть, и не газ, и не уран, а это доверие между людьми. Вот. Начиная там с соседей, там в городе или в стране, и кончая доверие между странами. И поэтому надо учиться доверять друг другу и договариваться. У ученых, в принципе, это получается пока что лучше. И поэтому очень важно вот международное сотрудничество ученых, оно как раз позволяет развивать эти технологии, обмениваться новыми знаниями на эту тему. Вот. Ну вот шарик наш держится вот на балансе таком, на градуснике, и, в принципе, это неустойчивое равновесие, оно может свалиться в одну сторону в любой момент. А это моя исследовательская группа в НАНСИ, которая в настоящий момент, вот Брис уже ушел у нас, он молодой человек из Камеруна, он был в аспирантуре, и потом защитился, был постдоком, сейчас работает в компьютерных каких-то науках. Ну вот здесь ставлено, соответственно, Кения, Камерун, Украина. Ну, мне трудно сказать, кто я. Я себя иногда представляю как американский профессор российского происхождения, работающий во Франции. Вот. И Дебашиш, он из Индии, второй год у меня аспирант. Все, спасибо за внимание. Огромное спасибо. Мне кажется, у нас очень сегодня просто замечательные, информативные, такой столько разной информации. Сейчас мы переходим к вопросам. Единственное, Андрей, можно я спрошу, мы почти ничего не говорили про время, сколько нам осталось. Вот если мы… Нам осталось на лекции или жить осталось? Нет, это я про то, сколько нам осталось возможности дискутировать и не договориться. Потому что то, что сейчас происходит, ну особенно даже последние три года с приходом Трампа, который внес особый драматизм в проблему климатических изменений. Мы знаем, что США вышли из парижских соглашений, и там у американских климатологов отсюда не только американских, вообще мировых большие проблемы, потому что он не хочет финансировать эти исследования, связанные с климатом, поддерживает там база данных и так далее, и так далее. Надо сказать, что у Америки самый значительный вклад в этом смысле научный, да, для всего мира. Мы видим, что это глобальная проблема, соответственно, все, что делается на американские деньги исследования по климату, это важно нам всем, это мы от этого зависим. И Трамп, советники Трампа по науке вот таковы. Вот, поэтому, ну даже если Трамп уйдет, неважно. Я надеюсь, что он уйдет. Ну, как бы это ни произошло, проблема ведь с другом, что мы, люди между собой, не могут договориться. Вопрос. А сколько у нас осталось времени для дискуссии? Вот это неизвестно. И, к сожалению, может получиться так, что к тому времени, когда люди начнут договариваться, будет уже очень поздно. То есть это реальная возможность, я так думаю. Опять же, это никто не может предсказать. Ну вот смотрите, Андрей, в этом зале сидят в основном, по большей части, люди сильно моложе нас с вами. Да. Вот у них есть время, то есть если они в течение их жизни люди не договорятся, что будет вот с ними в конце? Ну, я не знаю, мы стараемся договариваться. Ученым, как я говорю, это проще. И, в принципе, между учеными таких сильных разногласий нету. Но, к сожалению, вот доверия к ученым тоже нет настолько большого для того, чтобы слушаться их советов и рекомендаций. И поэтому это очень медленный процесс. Ну, я не знаю, постепенно. Смотрите, что же это получается, что с одной стороны, если говорить по конкретным фактам, там, самолет, яхта, Грета, ну, она сильно преувеличивает какие-то конкретные вещи. Но, с другой стороны, по сути-то получается, что она права, потому что речь-то идет именно о политической активности в этой ситуации, что нужно именно привлекать как можно больше внимания к этой проблеме именно политической, чтобы люди быстрее договаривались. То есть, о чем речь идет? О том, что если ученые довольно хорошо понимают ситуацию и предлагают разные решения, но при этом люди не могут договориться, то ваша задача – стимулировать их к этому. И в этом смысле, как бы, глобально Грета права, что она делает. Так? Не совсем. И, может быть, даже совсем не так, может быть, я скажу. Потому что недостаточно политической активности, социальной активности, общественной активности. Почему? Потому что надо, чтобы эта активность была осознанно аргументирована вот на основе научных фактов. Понимаете? Просто запугать публику там страхом оттепления климатического или заражения радиоактивного или еще чем-нибудь – это очень просто. Но это не решает проблему. Ну вот в частности, вот я не знаю, насколько вы в курсе, Грета, значит, приплыла на яхте, отказалась от самолета, поплыла на яхте в Нью-Йорк. Но команда, которая с ней плыла, которая взяла ее на яхту, она там по разным причинам не могла с ней вместе в то же время возвращаться обратно в Швецию. Поэтому для того, чтобы ей вернуться на яхте из Нью-Йорка, была вызвана другая команда из Швеции, которая прилетела пятером на самолете. И потом на яхте она поплыла, значит, назад в Швецию. Вот я считаю, что такие вещи, несмотря на весь благородный политический активизм, они дискредитируют саму идею борьбы с климатическими изменениями, потому что они, на самом деле, я считаю, рушат доверие между людьми. Такая вот пропаганда, которая не подкреплена реальными научными оценками разных вкладов. Потому что реально получилось, что, на самом деле, во-первых, самолеты вполне себе участвовали, и в значительной степени углекислоту, которую она пыталась сэкономить, они... То есть, по вашему мнению, гораздо важнее сосредоточить политический и общественный активизм именно на тех направлениях, которые являются реально экологически значимыми. То есть, соответственно, успокоиться с самолетами, поскольку там небольшой процент. Что вы имеете в виду? Я имею в виду, что не может быть одного политического активизма. Он, ну, что ли, не может привести к положительным результатам. Он должен основываться на научных, на инженерных фактах. И поэтому, ну, то есть, это вот как раз речь идет о степени доверия между людьми, которые знают и понимают разное. Потому что, в принципе, ученые или инженеры по своему, так сказать, устройству своих мозгов, они, в общем, не очень склонны к политической деятельности. Но зато они обладают знаниями и умениями, которые могут, значит, что-то рассчитать, что-то предсказать. И поэтому, то есть, одно не должно быть в отрыве от другого. Это действительно некие проблемы, некие задачи, которые люди должны решать вместе, несмотря на то, что они имеют там разные подходы, разный бэкграунд в смысле образования, там, социального и так далее. Потому что это действительно касается всех. Но ученые же формируют рекомендации. Нет, ученые, конечно, они изучают проблему, они формулируют то, что можно было бы сделать. Вот для того, чтобы там предотвратить дополнительные выбросы или для того, чтобы смягчить их влияние на атмосферу, на климат, есть разные экзотические способы так называемого глобального геоинжиниринга. Например, можно удобрить океан дополнительным количеством железа. Это приведет к более быстрому, более масштабному росту водорослей, которые будут быстрее употреблять СО2, и таким образом баланс сместить в эту сторону. Но поэтому, я не знаю, за цветут океаны, может быть, кораблям будет трудно передвигаться. Или, например, можно орошать атмосферу, даже пощательно, какое количество самолетов для этого нужно. Орошать атмосферу серными аэрозолями, которые приведут к тому, что значительная доля солнечной радиации будет отражаться. Соответственно, опять же, потепление будет предотвращено ценой того, что появятся, например, кислотные дожди. Но, тем не менее, такие вопросы обсуждаются и в рамках научных дискуссий, научных исследований. Это вполне легитимные проблемы, потому что для того, чтобы найти правильное решение, нужно попробовать или исследовать. Заранее ведь неизвестно, какое правильное. Значит, вот это все изучается, сравнивается. И поэтому ученые дают рекомендации на основе тех знаний, которые имеют, но они всегда не полны. Поэтому предсказать, сколько нам осталось, мы не можем. Но понятно, что изменения происходят, и что мы можем дойти действительно до точки невозврата, когда уже будет поздно реагировать. Ну вот на этой веселой ноте я предлагаю вам начать задавать вопросы. Здравствуйте, спасибо вам большое за лекцию. Я хотела бы задать два вопроса. Первый – это большая часть статистических данных была приведена за 2017 год. Ну вот по сравнению с 1970-ми. Насколько значительно отличаются данные за 2019 год? Я думаю, что незначительно. Просто данные, взятые из отчетов Международного энергетического агентства, которое анализирует статистику производства энергии, потреблению и так далее. На то, чтобы проанализировать эту статистику, нужно какое-то время. То есть это отчет 2019 года, но результаты там 2017 года. Это самое свежее то, что есть. То есть по 2019 году мы узнаем через пару лет. Они каждый год выпускают такие сборники. Вот я взял прям свежие, скачал перед тем, как ехать сюда. И из них вот большинство этих картинок. Ну и плюс научные статьи. Дело в том, что я сам не климатолог никакой. Я физико-химик, который волею судьбы занимается теперь одновременно геохимией глины, всяким там адсорбциям и так далее. Я об этом почти сейчас не говорил. Поэтому все остальное – это просто смежные вопросы, которыми я интересуюсь сам по себе просто как человек, который живет на этой планете. Ну и знаю немножко больше в силу того, что я смежным вопросом по науке тоже занимаюсь. Спасибо большое. И еще я хотела бы спросить. На каком-то из слайдов, не будем уже, наверное, возвращаться, связанном с как раз выбросами СО2 в атмосферу, был упомянут пластик. И как, собственно, пластик… Что-то такое, да. А как влияет пластик на изменение климата? Ну, во-первых, для того, чтобы произвести пластик, нужно добыть нефть, переработать и так далее. Значит, какое-то количество тепловой энергии затратить, электричество. То есть, в принципе, в процессе производства. Но пластик – это скорее, ну, можно сказать, химическое загрязнение, может быть, или просто материальное загрязнение. Там в океанах плавают целые огромные острова пластиковых бутылок. Ну, то есть, это больше связано с экосистемами, с биологией, чем с химическими проблемами. Да, да. Более того, в общем, более-менее известно даже, как это решать. Это совсем не обязательно ограничивать производство пластика. Вот на эту тему, кстати говоря, буквально сегодня на сайте РБК было интервью, я не помню, с руководителем какой-то, по-моему, нефтяной компании российской. Или, в общем, каким-то вот одним из олеганков, может быть, нефтехимическим каким-то. Который как раз говорил, что очень часто производство пластика в сумме, если взять все расходы энергии, плюс на утилизацию и так далее, они дешевле, чем производство бумажного стаканчика того же самого, который одноразовый. И, ну, с одной стороны, нужно, конечно, стремиться к тому, чтобы всякие вещи, которыми пользовались, служились долго, или были многоразовыми и так далее. С другой стороны, там, например, упаковка продуктов в пластиковую пленку, она спасает их от быстрой порчи, соответственно, значит, сохраняет для питания и так далее. То есть здесь есть баланс очень многих вещей, многих вопросов, которые, так сказать, мы сэкономим на пленке, но зато нам нужно будет, там, предположим, покупать свежее мясо каждый день, вместо того, чтобы хранить в холодильнике, там, какое-то время, например. Ну и, собственно, сам холодильник тоже там где-то чем-то может загрязнять атмосферу и так далее. То есть это все, в принципе, можно посчитать, но, понимаете, возвращаться к жизни в пещере – это тоже не решение. Более того, в пещере мы будем сжечь дрова, нас станет сразу сильно меньше, сильно меньше, то есть вот население, которое я там показал, это все-таки рассчитывает на то, что мы будем жить в какой-то человеческой цивилизации, более-менее индустриальной, потому что любые глобальные, климатические или там какие-то другие изменения природные, они могут привести к тому, что человечество очень сильно меньше. Здравствуйте, у меня целый букет вопросов. Первый, связанный с тем, скажем так, до порога, когда условно мы перейдем, ну, потепление будет уже не остановить. Сколько нам осталось? Я не знаю. Никто не знает. Понимаете, эта модель чисто качественная. То есть понятно, что вот эти вот множество процессов, которые приводят к потеплению или к похолоданию, они в конечном итоге скатываются или туда, или сюда. Но количественно у нас просто нету данных, и те данные, которые есть, они не точны для того, чтобы такое предсказать. То, что такое может случиться, это понятно, но это теоретическая возможность. А сказать, что вот когда это случится и случится ли вообще, никакой серьезный ученый, я думаю, вам на такой вопрос не ответит. Но просто надо иметь в виду, что такая возможность есть, такая опасность есть, и, так сказать, лучше побеспокоиться об этом заранее. Вот и все. Еще другой вопрос. Я также видел, условно, от любителей атомной энергетики, они очень часто любят приводить, что возобновляемые источники энергии неэффективны. Они, в принципе, вырабатывают малую энергию по сравнению с атомной, которая намного более эффективна. И действительно ли это так? Не стоит ли, условно, брать мощности больше на развитие атомной промышленности, а вот эти возобновляемые как-то, ну что ли, забросить в виду их неэффективности? Во-первых, они становятся все более и более эффективными, все более и более дешевыми. У них есть другие проблемы. Грубо говоря, если у вас вдруг нет солнца, по каким-то причинам погода испортится, то у вас нет электричества. Если вы рассчитываете только на солнечную энергетику. У вас стих ветер, если вы рассчитываете на витринную энергетику, у вас, значит, пропадает электричество. С другой стороны, в Германии, где очень сильно развивается в последние, наверное, лет 10, может быть, 15, вот как раз невозобновляемая, вернее, наоборот, из-за возобновляемых источников ветра и солнца энергетика, там бывают периоды, когда цена на электроэнергию становится отрицательной, потому что ее некуда девать. Потому что ветрики крутятся, вырабатывают энергию, ее столько не надо в данный момент, понимаете? А ее некуда девить. То же самое происходит, между прочим, с атомной энергетикой. Потому что в отличие от ветровых и солнечных электростанций, которые очень сильно зависят от погоды, от сезона и так далее, и даже день и ночь, солнечная электростанция ночью не будет вырабатывать электричество. В отличие от этого, ядерная энергетика – это как раз стабильный источник энергии, который… реакторы работают наиболее эффективно, когда его выставили на режим, и он на нем стоит. И он просто стабильно подает в сеть определенную мощность, понимаете? И это на самом деле очень хорошо. Особенно если разовьются какие-то способы хранения энергии в аккумуляторах и так далее. То есть я к чему клоню? К тому, что нету одного единственного правильного самого хорошего решения. Разумное решение – сохранять баланс разных источников энергии в разных странах, в разных областях, в зависимости, скажем, от количества солнечных дней в году, или дождливых дней, или ветра. То есть возле Нанта, например, на побережье, там возле Сен-Назара, у нас сейчас строится огромная ферма, General Electric, по-моему, строит ветряков прямо в океане. То есть они вообще не будут никому мешать, потому что они будут стоять не на берегу, а вообще в океане для того, чтобы вырабатывать энергии. В Дании таких довольно много уже стоят и так далее. То есть есть самые разные решения, которые зависят от географии, которые зависят от социальных условий. И надо просто все эти факторы учитывать, когда выбираются источники энергии. Вот и все. Еще такой вопрос. Какие еще иные альтернативные источники энергии развиваются? Потому что, например, в Европе, я знаю, строится вроде термоядерный реактор. Строится, да. Мои студенты там практику проходят. И помимо еще вот такого, возможно, термоядерной энергетики, какие еще потенциально могут быть еще новые источники энергии, которые будут выступать некими альтернативами, помимо солнца, ветра и так далее? Ну, я могу начать с того, что про термоядерную энергетику я первый раз услышал, когда научился читать. И, так сказать, вот тогда обещалось, что она скоро будет. И она по-прежнему скоро будет. То есть это оказался научно и инженерно настолько сложный вопрос, что его до сих пор решает. И та станция, вернее, даже не станция, а вот этот термоядерный реактор, который строится на юге Франции, это будет демонстрационный реактор. Единственная цель которого – доказать, что можно получить больше энергии, чем туда вложить. Потому что просто, чтобы зажечь плазму и поддержать, тоже нужно довольно приличное количество энергии. Вот. И то есть вопрос даже в том, можно ли сейчас это сделать таким образом, чтобы это вырабатывалось энергией. Об электростанциях речи не идет. Где-то просказнули заметки, что где-то там в военно-промышленном комплексе американском якобы, я не помню, да, по-моему, не помню сейчас название корпорации, значит, какие-то другие технологии они придумали использование термоядерной энергии, которые якобы позволят строить очень компактные, даже передвижные термоядерные источники электричества. Ну, если такое произойдет, это, конечно, будет революция. Я… А? Термоядерный реактор? Правда? А, ну, это наизотопные источники, да. Это то, что используется на спутник, это используется уже в течение десятилетий. Да, где нужен какой-то стабильный источник, который человек не касается, и все. Конечно, конечно. Но, не-не, самое главное… Нет, нет, вопрос еще, так сказать, стоимости. Потому что одно дело, когда вы запускаете спутник, вам надо просто источник энергии, и цена вас не беспокоит. А другое дело, если хотите это установить для того, чтобы там обед готовить, например, на кухне, то это будет очень дорогой обед у вас. Ну, нет, вполне возможно, я, конечно. У меня вот показывает, прям, как вы выбираете коробочки, что, когда я не знаю, что, как это троняется, это еще вопрос. Понятно. Кто его сам? Да. Еще вопросы? На самом деле мы обсуждаем потребности, да, можем ли мы их удовлетворить. У нас общая экономическая теория говорит о том, что потребности вообще человечества, они безграничны. Вот. Вот смотрите, здесь нигде не прозвучал, например, такой вот интересный момент, что в среднем, но это в среднем, американец потребляет в 16 раз больше электроэнергии, нет, энергии вообще, чем, например, жители Российской Федерации. В Европе там что-то в 5 или в 8 раз больше. Вот. То есть на самом деле я вот согласна, пусть они нас не исследуют, свои программы сворачивают и как бы сворачивают немножко свое потребление. То есть мы понимаем, что это, ну, конечно, не все люди, да, но в частности и частное потребление тоже там зашкаливает. Это система, да, то есть все вместе получается очень неэкономично. Вот. Стресс-тестирование они никакого не выдерживают, потому что там даже Далай-Лама когда-то приводил пример в каком-то городе, значит, на два дня отключили электричество в Лос-Анджелесе, что ли там люди замерзали и чуть ли не с голоду умирали. Бывает. Другая часть человечества вполне прекрасно обходится без этой энергии, вот. А вопрос-то в том, что мы как бы немножко отклоняемся от темы, да, тема-то можно ли удовлетворить эти потребности бесконечно растущие или мы, собственно, просто можем изменить какую-то технологию, да, не технологию предоставления этой энергии, о чем идет речь в лекции, да, мы можем такой источник сделать, такой источник, а именно технологию потребления этой энергии. Тут же ведь есть и другая сторона, да, то есть они балансируют. Конечно, да. Вот об этом вот как бы ничего не говорится открыто по миру, потому что, ну вот вы тоже говорите там, Гретто обслуживает целые команды, которые пользуются всем, и она плывет там на яхте, ну, наверное, эта яхта тоже стоит не очень дешево, вот, и ее обслуживание. Ну, не это даже важно, а важно то, что другая эта сторона медали, да, то есть как потреблять эту энергию, она так широко как бы не обсуждается, да, хотя там действительно очень много нюансов. Ну, у нас было, у нас было на одном слайде, у нас было показано, сколько потребляет каждый по странам, да, и страны-лидеры потребления энергии, а потом шел весь остальной мир. И дальше возникает вопрос. Собственно, смотрите, каждый из нас решает, в какой части планеты, в какой стране жить. Если вы хотите жить так, как, например, там, вот в Африке очень низкое потребление энергии, welcome, вопрос заключается в том, что почему большая часть населения стремится туда, ехать туда, где потребление довольно высокое. И это, в общем, выбор человечества в этом смысле. То есть когда мы ставим так, каждый человек решает это для себя, и мы видим, что происходит. То есть нет потоков, которые бы из Америки, из Швеции ехали бы в Африку, в Южную Азию, такого не происходит. Ну, есть на самом деле люди, бывают такие. Конечно, нет, 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 конечно, на уровне одного человека такое происходит. Но если говорить о миграции, то она идет в другую сторону. Вопрос, почему? Почему люди хотят жить, потребляя энергии гораздо больше? Значит, я, если можно, да, значит, я исхожу из того, ну, и, собственно, я, может быть, явным образом это не сказал, из того, что люди – разумные существа. Микрофон нужен. Люди – это разумные существа, и, так сказать, потребление энергии – это не является целью жизни, правда? Мы живем для чего-то другого. И поэтому для того, чтобы это что-то другое, ну, в комфортных условиях потреблять или творить, или делать что-то еще, значит, ну, мы можем и ограничить потребление энергии, или, например, производить и потреблять ее более эффективным способом, и так далее. Понимаете? Потому что целью не является потребление, даже в Америке. Вот. И более того, ведь большая часть энергии, вы видели здесь, да, большая часть энергии расходуется просто промышленностью, что в Китае, что в Соединенных Штатах, что в Европе, и так далее. И это то, что позволяет, ну, так сказать, позволяет комфортную, спокойную жизнь иметь, так сказать, большинству населения этих стран, которые стремятся, и другие страны тоже. И в конечном итоге, ну, человечество придет к какому-то равновесию в смысле количества населения, но постепенно придет к какому-то равновесию в смысле качества жизни, безусловно. Вот. Потому что, ну, мне кажется, что это естественно. Ну, вот. Но, так сказать, эти более развитые страны делятся и технологиями, ну, и выработки энергии, и потребления, и производства всяких других там сырья и товаров с развивающимися. То есть это все происходит. Это просто очень медленный процесс. Иногда занимает больше, чем жизнь одного человека. И, ну, сопряжено тоже с какими-то социальными, там, политическими противоречиями. Тем не менее. Ну, так вот. Просто если вы ставите вопрос, то есть в той доле... Нет, я понимаю, в той доле потребления энергии, которые существуют, главное — это не то, сколько каждый личный американец на себя или русский тратит, а главное — это вопрос промышленности. И дальше там самые большие потребления. И дальше возникает вопрос. Вы хотите жить в стране, где промышленность не развита? Welcome. Нет проблем. Речь идет... Речь идет... Речь идет совсем о другом. Ну, да, ну... Можем, конечно, но... Ну, да, нет, но если речь идет только об теплообмене со средой, то все теплокровные животные именно на эту тратят свою энергию. Там и кошки, и собачки. И если... Правда? Нет, ну, да, но мы... Нет никаких проблем. Просто если, как бы, ты хочешь жить, как кошка и собака, это, как бы, твой выбор, и каждый может это делать. Совершенно верно. Это вопрос выбора. То есть вы отвечаете на этот вопрос «можем». Просто «можем» и все. Распределить потребление чьем? Ну, выясняется, что не можем. А потому что мы не можем поддерживать тот образ жизни, который мы хотим вести. Давайте, да. Конечно, конечно. Да-да, пожалуйста. Вы знаете, друзья, давайте, если вы между собой в дискуссии, то мы это сделаем вот отдельно уже, да? То есть если... Хорошо. Вот. Еще вопросы есть? Да. Спасибо. Итак, я студент УРФО, учащийся на кафедре электротехнологий. Вместе с тем у нас есть кафедра, значит, которая ведет некие направления в области возобновляемых источников энергии и тому подобное. Но далеко не секрет, что она весьма непопулярна. Непопулярна она по причине малого финансирования, по причине общей заинтересованности студентов, поступающих и так далее. Действительно все так, потому что по процентному соотношению в рамках одного института уделяется внимание этой кафедре гораздо меньше, чем всем остальным отраслям. Вместе с этим, ну, довольно очевидно, почему это так происходит. Это все из-за привязки социально-экономического фактора. Я хотел обратить внимание вот на следующий вопрос. Дело в том, что в России не так давно, в каком-то небольшом городе уже, за балкоклом, происходил некий коллапс, что там снег что-то пожелтел, птицы замертые на землю валялись и все прочее. Ну, вы представляете себе такой процесс. И что еще должно произойти в рамках нашего государства, чтобы Министерство образования больше уделяло ресурсов на популяризацию этой вот кафедры, которую я только что озвучил? Ну, мне трудно ответить на этот вопрос. Я не отвечаю ни за Министерство образования, ни за руководство вашего вуза или кафедры. Мне кажется, и во всем мире, на самом деле, вот исследования как раз именно научные и инженерные, связанные с возобновляемыми источниками энергии, развиваются очень быстро. Вот я показывал слайд, где, собственно, выработка энергии развивается именно для фотовольтайки. 37% в год в течение последних почти 30 лет. Представляете, это дикие совершенно, очень быстрые темпы. И это в первую очередь связано с тем, что люди находят новые материалы, которые наиболее эффективны в производстве энергии, в производстве элементов фотоэлектрических этих, и конструкций электростанций и так далее. То есть стоимость этой энергии за счет исследований и ресурсов, вложенных в эти исследования и разработки, падает тоже быстрыми темпами, становится конкурентоспособной со всем остальным. Я не знаю, почему в вашем конкретном вузе это не интересует ни, так сказать, профессоров, ни студентов. Ну, по-моему, это достойно сожаления, и это, ну, может быть, связано вот с, ну, не знаю, с недопониманием. Ну, при чем тут энергия? Нет. Ну, я не знаю. На самом деле понятно, что приоритеты ресурсные, то есть это же нефть и газ. Мы же видим, как экономика устроена. Ну да, но дело в том, что вот я показал, меня, например, очень сильно убедила эта статья в Nature, где они, так сказать, рассмотрели, что на самом деле у нас ископаемых источников энергии гораздо больше уже доступных, чем мы можем потребить, понимаете? И вопрос не в том, чтобы сделать их доступными, а в том, чтобы обойтись без них и перейти на что-то другое. И здесь как раз вот эти вот возобновляемые источники энергии очень важны. Ну, я понимаю, что в России достаточно ископаемых источников энергии, и более того, на достаточно длительное время это не может беспокоить в качестве вот там, ну, так сказать, какого-то предела, когда энергия станет недоступной. Но, понимаете, если экономика, например, страны строится главным образом на продаже нефти, газа и там других первичных ресурсов, то важность этих ресурсов просто в мировой экономике, она меняется. Вот по мере того, как развиваются электрические, там, скажем, автомобили, получается меньше потребность в бензине и так далее. То же самое происходит с природным газом. Появляются какие-то другие источники энергии. Соответственно, важным становится, например, не там нефтегаз, а доступ к месторождениям лития, которые основаны там для батареек, для хранения энергии, например, да, которые там вот в этих вот электрических машинах могут содержать достаточную энергию, чтобы проехать там, я не знаю, несколько соток километров, например. Вот. Много ли в Екатеринбурге этих гибридных автомобилей, например? Ну, или вообще в российских городах? А вы понимаете, что есть уже города в Европе, которые переходят, где-то такси гибридные, да, то есть вот просто мы можем себе позволить, или наоборот, или не можем себе позволить такие дорогие автомобили, но зато мы можем позволить себе ездить на бензине, потому что он у нас дешевле сильно. И это же, вот это очень сильно видно, как, на что заточена экономика. И кафедра, конечно, не будет, ну, так вот взлететь, развиваться, если у тебя нет приоритета в экономике. Вот, в этом проблема. То есть мы немножко, в этом смысле, чуть-чуть на обочине. Ну, не только мы, разумеется. Ну, это же выбор, это же выбор. Да, это не только наша страна, разумеется. Вот. И, ну, я не знаю, мне кажется, что одно дело, там, скажем, развивать какие-то инженерные решения в этой области, внедрять их в практику, так сказать, коммерциализировать, а другое дело заниматься чисто научными исследованиями материалов, там, процессов и так далее. Во-первых, это гораздо менее ресурсоемко, вот, в смысле, просто занятие наукой. А, во-вторых, это полезно, если там не конкретно на этой кафедре или в этом университете, а просто, если это действительно пундаментальная наука и получение нового знания, то, ну, не знаю, по-моему, этим тоже можно заняться, это интересно. И, опять же, ну, так сказать, если бы я выбирал себе область деятельности в этом смысле, я бы ориентируюсь на свои собственные интересы, а не на то, что там, ну, не знаю, есть на кафедре. Ну, конечно, выбираешь из того, что есть, там, из того, что есть поблизости, но всегда есть какой-то диапазон. Ну, не знаю. Еще вопрос есть? Давай. Определенности? Вероятно, да. Да. Здравствуйте. Спасибо. 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 Да, да, то есть это происходит, просто это очень медленный процесс, понимаете, и, ну, люди, они обладают, собственно, свободой воли и деятельности, собираются какие-то коллективы использовать, то всего пятое-десятое, и поэтому, ну, то есть меняются приоритеты, и появляются более дешевые технологии и так далее, и это все постепенно происходит. То, что касается полутора градусов, то есть действительно рассчитать, сколько времени осталось для того, чтобы нагрелось, так сказать, до какой-то температуры, имея известные модели, можно, конечно, но ведь, ну, хорошо, полутора градуса, а это что, это какой-то порог, это же просто искусственная цифра, которая взята для того, что вот мы себе поставили, что мы, ну, так сказать, не хотим, чтобы нагревалось дальше. И в конечном итоге это не вопрос времени, которое нам осталось вот до какой-то катастрофы, это просто время, которое осталось, ну, то есть мы предсказываем, что в таком-то времени будет такая температура, если хотим, чтобы она была меньше, мы должны что-то сделать. Вот, и поэтому это не предсказание катастрофы, слава богу, но, в принципе, нужно понимать, что это все возможно, ну, точно так же, как мы живем в мире, да, куча всяких опасностей подстерегает нас и на улице, и где-то там еще в океане в самолете. И просто эти риски нужно понимать, их даже не всегда можно учесть целиком, да, но, по крайней мере, нужно осознавать и пытаться предупреждать и предотвратить, если можно, и так далее. Но в качестве вот предотвращения и предупреждения как раз переход на другие источники энергии. И самое главное, на самом деле, я об этом не сказал совсем, но это, на самом деле, может быть самый большой ресурс, это энергосбережение, потому что энергия расходуется жутко неэффективно. И в Китае расходуется огромное количество энергии именно потому, что наращивают производство, но при этом не особо заботятся о том, чтобы ту энергию, которая есть, используется эффективно. И там огромные ресурсы для того, чтобы просто сократить потребление и сократить, соответственно, выбросы в атмосферу, просто сделав промышленность более энергоэффективной. То же самое, кстати говоря, в России. То есть вот дешевизна, доступность источников энергии, ископаемых, она как раз делает, ну, так сказать, не заинтересовывает людей в том, чтобы экономить энергию, будь то электрическая или тепловая и так далее. Я, например, когда приезжаю сейчас в Россию, каждый раз удивляюсь, как дико натоплено везде в помещении. Понимаете, вы нигде не встретите такого. Я прожил в Оренбурге достаточное количество времени, вырос там, я знаю, что такое минус 30. Нет, вот я же говорю, что правильно, вас это устраивает, но это тратится на то, чтобы, так сказать, ходить в маечке в 30-градусный мороз, ходить по дому в маечке. Это стоит дикого количества энергии, которые, кроме того, что это вот еще... Американцы больше потребляют энергии, кстати говоря, летом, чем вы зимой, потому что там... Ну, конечно, конечно. Я вас, нет, не собираюсь ничему учить. Так, подтверждите, пожалуйста, вас никто не критикует, во-первых. Во-вторых, извините, Андрей Калиничев преподает в высшей школе экономики студентам российским, он российский гражданин. Поэтому разговор о том, что вы приезжаете нас критиковать, не коррекция. Вот, я хотела бы напомнить. Значит, что касается северных стран в Скандинавии или в Канаде, где холод не меньше, чем в России, и зимы очень суровые. Конечно, да, так не принято топить, как в России, и так не расходуется просто энергия, и люди, которые живут всю жизнь на севере, другие традиции, так же, как и в Англии и так далее. Почему возникают такие традиции, это очень сложный вопрос, и он в рамках сегодня мы точно его не решим. Вот, люди живут по-разному, опять-таки, северные народы кочевые тоже, у них другие совершенно традиции и так далее. Вот, есть ли еще вопросы, или мы… Еще? Ну, давайте последний вопрос, потому что вот 9 часов, да, мы прям 2 часа выжимаем. С ума сойти. Тут просто остался на ответственный вопрос, какие еще разрабатываются виды электроэнергии. Потому что, допустим, я смотрел вот иные еще источники, а как сохранение энергии разрабатывается, допустим, видел по Евроньюз, как они делают электростанцию на основе теплового охлаждения и нагревания металла, чтобы, условно, излишки от Солнца переходили в тепло электричества, там, металла. И когда потребуется энергия, этот металл охлаждается, и энергия вырабатывается. Вот, может, какие еще есть, условно, иные источники разрабатываются? Ну, это, скорее, для накопления энергии, а не для того, чтобы выработки энергии. Это просто, чтобы сохранить ту энергию, которую выработали, и которой в данный момент некуда деть. Да, а вот выработки, может, какие-то еще разрабатываются? Я с этой конкретной технологией не знаком, но я знаю, что есть… Например, я… Были когда-то в Советском Союзе, не знаю, есть ли сейчас, но я видел вот в штате Миссури одну такую гидроаккумулирующую электростанцию. То есть, очень просто устроено. Когда есть лишнее электричество, работают насосы, закачивают воду наверх в какой-то, так сказать, резервуар. Да? Когда требуется энергия, спускают воду из этого резервуара на турбину, такая маленькая гидроэлектростанция возвращает это в виде электричества в сеть. То есть, ну, резервный такой, получается, источник энергии. Ну, реально гидроаккумулятор. Естественно, при этом теряется какое-то количество энергии, потому что второй закон термодинамики нарушить невозможно. Ничего такого преобразования без потерь осуществить невозможно. С другой стороны, ну, то есть, вот это для аккумулирования. А с точки зрения вот прямо других источников энергии или других технологий выработки энергии, ну, я не знаю. То есть, ну, то есть, есть, например, приливные электростанции. Есть геотермальные электростанции, которые используют просто тепло Земли. В каждой из них есть свои тоже проблемы, ну, скажем, использования их массово, да. Но, тем не менее, такие возможности существуют и исследуются, разрабатываются в таких небольших масштабах. Но в глобальном масштабе, когда мы говорим о балансе производства и потребления энергии, это все маленькие доли. Просто, к сожалению, их сейчас невозможно применить в промышленных масштабах. То есть, если речь идет о каком-нибудь маленьком доме, вот технологии «Умный дом» и так далее, это одна история. Но если мы посмотрим, вот доля потребления энергии, когда развивается промышленность, там, где она развивается, тут все сразу. Пока еще очень сложно с этим. Спасибо, друзья. Спасибо огромное. Спасибо, всего доброго. Спасибо. Продолжение следует...